Добрый день, уважаемые посетители, читатели портала.нет, все, кто неравнодушен к творчеству Монро, то есть меня. Я в очередной раз в этой уютной студии готова отвечать на ваши вопросы. Во-первых, огромное вам спасибо, что вы до сих пор интересуетесь мною. Это так приятно и тешит моё самолюбие. Во-вторых, друзья мои, прекрасная погода, лето, солнце, море, пляж. А в-третьих, хочу пригласить вас на канал TED в 20.30 каждый будний день с понедельника по четверг на совместный просмотр нового ситкома, такого вот скетч-кома истории из жизни под названием «Дамочки рулят». Явка обязательная. Ну, в общем, о впечатлениях потом поделитесь со мной в социальных сетях. Негативные комментарии не пишите, потому что я расстраиваюсь, а вот стрессы моей кожи не нужны. Итак, начнём. Боже, вы так быстро напечатали, моя дорогая. Что это у меня? На губах кто-то прилип. Так, поехали. Давайте я зачитаю первый вопрос. Читать буду быстро, потому что вопросов много, я так понимаю, а времени мы ограничены, всего лишь час. Итак, Монро, назовите топ-3 любимых... Ещё раз, дубль два, что-то прям с артикуляцией. Монро, назовите топ-3 любимых песен последнего времени. Друзья мои, буквально недавно, в конце мая, я вернулась с конкурса Евровидения 2015, который в этом году проходил в Вене. Так вот, сейчас в моём плейлисте исключительны песни финалистов Евровидения. Я голосовала за Эстонию, по-моему, такой трогательный дуэт, не помню название, парень и девица с такими узкими посаженными глазками, брюнеточка. Песня называлась Goodbye, Goodbye for yesterday, как-то так, по-моему. В восторге от этой песни. Ну и, собственно говоря, все песни, которые вышли в финал, в моём плейлисте их не три, их больше. Их, наверное, 24. Вообще, классика жанра, это, конечно же, Мадонна, Like a Prayer, на все случаи жизни. Поехали. Ольга спрашивает. Монро, боитесь ли вы старости? На ваш взгляд, может ли брак без любви быть счастливым? Я буду отвечать на каждый вопрос, чтобы охватить полностью. Всё в комплексе. Итак, Монро, боитесь ли вы старости? Нет. Зачем бояться того, что априори наступит? Это глупо. Нужно просто принять этот факт. Старушкой я буду весёлой. Хотя нет, я не буду старушкой. Я буду леди в правильном возрасте. На ваш взгляд, может ли брак без любви быть счастливым? Конечно же. Конечно же может. По статистике, кстати, браки по расчёту намногие счастливее, чем по любви. Рассказываю почему. Брак по расчёту вы заключаете с надеждой, что в вашей жизни дальше будут перемены. А брак по любви априори базируется на страсти, которые в определённый миг затухают. Поэтому первый брак по восходящей, а второй, к сожалению, по нисходящей. Но любая страсть в идеале должна трансформироваться в дружбу, в уважение. А это априори есть любовь. Поэтому и первый брак по расчёту, и второй возможен. И в любом состоянии вы будете счастливой. Это нужно ощущать внутри. Продолжим. Вы бы предпочли любить или быть любимой? И первое, и второе. Ну как это так? Я хочу быть любимой и хочу любить. И желательно взаимно. И над этим работаю. Так, 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 давайте дальше чуть опустите. Что в вашем понимании свобода? Свобода в моём понимании это право находиться в любом месте, в любое время. И желательно в хорошем расположении духа. И чтобы на твою свободу никто не покушался. Свобода это жизнь. В первую очередь. И свобода, наверное, тот факт, что я сижу сейчас здесь и отвечаю на ваши вопросы. Это часть её, составляющая. Есть ли в вашей жизни вещи, о которых вы жалеете? Конечно же, есть. Их достаточно много. Я не могу избавиться от этого чувства. Я действительно жалею о поступках, о словах, которые я раньше говорила. И сейчас продолжаю говорить. И даже сегодня, после нашей онлайн-конференции, я приду домой и сделаю самый-самый жёсткий анализ сегодняшних своих ответов. И, наверное, через 2-3 часа я буду корить себя за некоторые слова. Буду жалеть о том, что не сказала что-то большее. Но это уже будет в будущем. А нужно жить сейчас, здесь и в настоящем. Я ещё жалею, что затонировала свои волосы когда-то в фиолетовый цвет. Они очень долго смывались. Умеете ли вы управлять своими чувствами и эмоциями? Учусь. Я так понимаю, что на это мне понадобится целая жизнь. Я достаточно эмоциональный человек, но в последнее время понимаю, что моя правда, мои ответы на вопросы, которые, в принципе, ещё не задали, никому не нужны, кроме меня. Поэтому старайтесь фильтровать всё, что вы говорите. Думайте, потом говорите. Но не держите в себе. Если вам хочется выплеснуть свою энергию, выплеснуть свою злость или радость, делайте это только в четырёх стенах. И желательно, не в присутствии животных. Они не виноваты. Продолжим. Легко ли вы отпускаете людей? Сейчас да. Не то, что легко прямо. Знаете, утром встала и забыла. Нет. Если человеком связана определённая часть твоей жизни, весьма немаленькая, и длительный период вашего общения был окрашен радостью, счастьем, в итоге человек, возможно, выросли, вы выросли, вы понимаете, что вам нужно расстаться. Делайте это. Не бойтесь. Придут новые люди. Для того, чтобы открыть новую дверь, нужно плотно закрыть старую. И если вы входите в дверь, то выходите через другую. Поверьте. Хотя раньше я говорила, выход там, где вход. Неправда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...